Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю очередной ФФА-сериал на шестерых. Необычное видео, потому что игра — часть моего ФФА-турнира. Не буду вдаваться в регламент в подробности, но сначала идут три отборочные игры, потом полуфиналы и финал. Так вот это первая отборочная игра. Я играю против Монстр Дэна, которому выпала Америка, Айзена, которому выпала Турция, Ред Алерта, которому выпала Сирия, Пафнутия, который получил Индонезию, и Джека, который играет за Индию. Некоторых из этих игроков вы уже видели в прошлых моих видео, кое-кто новенький. В любом случае игра, по-моему, получилась интересная, потому что я всё-таки не всё подряд выкладываю. Ну, а у меня Австрия. Ещё раз уточню, пожалуйста, не оскорбляйте ни моих соперников, ни меня, потому что подобные комментарии будут сразу стёрты, а те, кто их отправил, забанены. И постарайтесь всё-таки не спойлерить о том, что происходит в видео. Да, обсуждайте, то есть если вы уж хотите прям так конкретно написать, то начните это, внимание, спойлер. Во всех остальных случаях прошу оставлять комментарии. Ну и всё, пожалуй, приятного вам просмотра. Всем удачи, все всё повыбирали, да? Удачи и в турнире тоже, а не только в этой игре. Всем дойти до финала. Так, ну что, у меня выбор был Австрия, Эфиопия и Сиан. За Эфиопию у меня есть, собственно, ФФА-сериал. Сейчас запустимся, и у меня будет хорошее место. Потому что в Австрии обычно очень неплохие места с холмами. Отлично. Полное говно, по-моему. Какая-то вообще фигня. Где холм? Ну, наверное, внизу холмы вот должны быть. Ну как, не полная фигня, конечно, но по сравнению с тем, что обычно в Австрии бывает. Ну вот, раз, два, три холма. Три холма, всё. С другой стороны, довольно среднее такое место. Не знаю, хочется вроде и на море остаться. Сюда в тундру не хочу идти. Внизу вот видно уже снега, то есть тут вот конец. То есть ничего, если у меня ставить города, например, вверх только. Но с другой стороны, хорошо, что я на море, и с краю карты. Вот. Ассирия на море город поставил. Ну, давайте глянем. Против ещё кого? Ассирия на море получается. Да. Индонезия у Пафнутия, Америка у Монстр Дэна, Индия у Джека, Турция у Айзена и Ассирия у Редалерта. Монстр Дэн, кстати, довольно сильный игрок. Он в прошлом турнире во всех своих играх предварительных победил. Так непривычно играть на обычной пангеи, и вот сейчас с начала игры я такой, блин, всё понятно. У меня, наверное, на клеток 5 ресурсов вообще нет. Ну, конечно, надеюсь, что будут лошади какие-нибудь. Ну, а что-то как-то очень не важно. Так. Да, с промкой проблемой. Причём конкретно, одни луга. Давайте со скаута начнём. Так, что мне открыть в первую очередь? Я вот думаю, что по поводу религии. Ну, кстати, взять на медь. Если взять на медь пантеон, будет в принципе неплохо. Что ещё возможно? Рыбацких лодок нету, камень. Ну, давайте всё равно сначала лошадей откроем, чтобы побольше производства было, а потом уже, блин, или сразу. В принципе, у меня тут с производством нормально. Давайте найти. Сразу пойдём в святилище. В принципе, можно побыстрее тут построить и на святилище, и взять пантеон. Потому что с производством нормально. У меня, то есть видите, у меня две клетки, две еды и одно производство. Так, давайте глянем те, кто города поставил. У меня лучше. Да, у меня лучше среди тех, кто поставил города. Что меня, конечно, радует. Карта Пангея. Уровень сложности Император. Ну, вот видите, я уже горами, наверное, от кого-то одену. Тут главный вопрос, хватит ли мне места для развития. Вот что меня волнует. Так, как минимум трое человек на воде. То есть, не хотелось бы у меня тут сильно развиваться, чтобы пришли меня пилить на фрегатах. А у вас там как места? Давайте колитесь. У кого там холмов? Я брал Австрию, чтобы у меня были холмы. И в итоге два холма. Отлично. Кстати, да, у меня тоже только два холма. Но я, правда, не Австрия. Но всё равно не очень хорошо. Так, ну вот по земле, видимо, похоже на то, что меня будет сложно достать. Я ушёл с начального места и, походу, сейчас опять туда вернется. Ну, на самом деле, вот это тоже. Я обычно, если не вижу приблизительного места нового для своего города, да, там для столицы, то я стараюсь не идти. То есть, а если я там вижу гору или там что-то, ресурсы какие-то, то я иду. Ну, я увидел хорошее место, я туда пошёл, а там оказалось где-то. Сделал погромче Монстр Тена, а то как-то плохо его слышно было. Блин, тут много холмов почему-то. Ну, кстати, если вот тут есть проплыв, то, в принципе, вот тут неплохое место, например, вот тут для города. Не знаю, я подумал, вначале уйти, но как бы лошадь очень часто является в третьем радиусе, и это не уйти мне охота как-то было. Тоже, кстати, вот, тем более, у меня такие луга здесь, я вот об этом прям подумал. Что если сейчас лошадей проснул? Ни одного... Ни одну рулю ничего не нашёл. Я так понимаю, кто молчит, у того, что он хороший. Да, у Айзена, он молчит, так что у него лучше всего места явно. Ну, смотрите, вот тут очень неплохо, здесь там ГГшек нету, так, что там, Айзен. Он просто молчит, потому что он сказал, что микрофоном не будет пользоваться, но он нас слышит. Так, да блин, где какие руины? Ну, тут эти очень неплохие места. Вот сюда город поставить очень неплохо. Вот тут я вижу неплохое место. О, тут же окраина. Интересно. О, наконец-то руинка. Да, блин, как-то пустыня не очень в тему, потому что получается... Хотя, вот если, например, тут город поставить, то можно будет Петру, правда, она до этой пустыни практически не дотягивается. Ну, вот сюда, получается, можно ставить. Хотя, вот сюда ради Петры... Не, ну, тут нормально. Так, пойдем сюда. Ну, что, надо брать, видимо, на медь и железо заодно. Выглядит так, что у меня тут дофига меди. Тут место для города еще ничего так... Блин, мне вот надо выяснить, вот тут есть проплыв? Если есть, то вот, конечно, сюда и сюда ставить тоже зашибись будет. Ну, как-то я так на отшибе от всех получается. Видите, тут так ограничено. Посмотрим, надо найти ближайшего соседа. Всякая фигня. Честно говоря, в руинах находится. Одна открыла карту, другая показала лагеря варваров. Блин, внизу лагерь варваров. Слушайте, как-то он далеко. Я боюсь, что тут, конечно, проп... Ну, знаете, в любом случае, второй город надо пока сюда ставить. О! Америка. Привет, Америка. Далеко ты оттуда? Прилично. Ну, тут ряд ГГ-шек. То есть, у меня очень так себе место для расселения. Поэтому я буду, скорее всего, за каждое место бороться. Прям... Не на шутку, а на смерть. Фига себе, ты сразу в угрозы перешел. Надо же, как-то, знаешь, это... Позицию свою гражданскую показать. У тебя, на самом деле, вот там, где я стою еще, ну, вторым разведчиком, очень хорошее место, где пустынные холмы и... Ну, вот, собственно, где у тебя столица, у тебя сверху офигительные места для Петра. Ну... Там проблема в том, что я тогда не смогу на море город поставить. Ну, слушай, блин, нет, у тебя тут и овцы, и бананы вверху. У тебя вот место под горой, вот где разведчик, где медь и два банана. У тебя замечательное место получается. С холмами, со всеми делами. Грех жалуются, друг. Ну, это вообще-то далековато, как бы, пока от меня. Ну, там, да, там можно третий город поставить будет. О! Так, увеличили население. Есть лошади. Все не так уж плохо. Так, давайте-ка... Надо найти американца действительно, чтобы не волноваться по его поводу и сбегать вниз, посмотреть, что там. Ну, что-что, ну, так это нам с тобой воевать вообще неудобно будет. Ну, это тебе виднее, я тебя не нашел еще. Ну, тут вверху одни джунгли прям такие. Не, ну, если ты на эти мои места не претендуешь, то, конечно, нафига нам воевать. Ну... И я хотел влепить, наверное... Да, блин, даже не знаю, тут сложно очень. Не, ну как? То есть, если ты придешь тут города ставить, то, конечно, мы будем воевать. Странный ты. Там совсем вставать. Логично. Там же неудобно. Нам неудобно воевать, но я приду тут, поставлю у тебя города, и станет сразу удобно. А ты еще кого-нибудь нашел? Нет, это, походу, та пангея, где по двое спавнится. Тоже в традицию пошел. У кого-то это чудо природы прям рядом. Дурка. Дурка, признавайся, какое тебе чудо. Дурка. 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 в счет утром место не очень подгородного продания поставить Яплата нашел. Ой, привет. Ты сверху, правильно получается? Да, а ты где? Ты кто вообще? Я индус. А, вижу. Вот у нас с тобой вообще хорошо. Только, по-моему, через эту кулетку ты можешь ко мне попасть. Я к тебе. Там, в принципе, наверху ничего нет, кстати. Там такой маленький полуостров, вот где я нахожусь. Так что, может, даже туда и не ходить. Если есть еще куда пойти. Ну как не ходить? Туда нельзя не ходить. Там ничего интересного нет вообще. Вот если ты так говоришь, то мне кажется, там очень интересно. Не доверяешь сразу, да, значит? Не, ну как говорится, доверяй, но сходи, посмотри лучше. Тем более там ГГшка есть. Турак, можно я пройду налево, точнее, направо? А, Турак. Турак, можно я пройду налево, точнее, направо. Так. Понятно. Там. Там. А ты сильно до лекалатуры находишься? Ара-долер? Ну, не очень сильно, вот я повыше, там как бы ничего нет, вот прям узкая полоска земли, и я на самом вершине лозит тундры. Что я говорю? Там ничего интересного. Ну, там как минимум, еще одна ГГБшка я вижу. Рядом с крым-копейщиком. Да, да, но наверху нет. Надо же прийти обязательно, пообещать ему защиту, чтобы туда не требовало. Более религиозная ГГБшка. Рад вам напомнить, что это видео вышло при поддержке 2GIS. Это справочник и детальная карта городов. Не обязательно отправляться в дальние места за новыми открытиями. Их можно совершать и в своем городе. Отправляйтесь в музей, рассматривайте интересные экспонаты и узнавайте интересные факты. Информация о музеях и часах их работы есть в 2GIS. Так я именно благодаря 2GIS узнал, как работает московский Кремль в свою последнюю поездку. 2GIS, если быть точным. 2GIS, если быть точным. 2GIS, если быть точным. 3GIS, если быть точным. Что-то какое-то облажение. 3GIS, если быть точным. отлично микрофон выключился вам рассказывал что-то микрофон выключены зашибись ну блин почему сюда пошел тварь имея рабочего главное не уходу украсть 20 наверное рабочего построим сейчас счастья не будет просто так минус 3 опускай есть еда sky минус стрим и надо пройти чтобы найти других игроков кстати пошел вкладку можно идет общую пить и в метка луки не люблю эти фанги дуэли развиваться невозможно зибарный площадь этот лагерь уничтожу обещаем защиту но армия меньше у все-таки у блин как же так я подставился бои нифига себе ну тут реально это вообще какая-то хрень ну и как мистер сюда будет посела провести интересно да вот у нас реальная дуэль дуэль на традиции да у турка синай другой стороны тут реально ну не очень удобно взрывать с этой 12 лет в общем пара ниша в бога верят конкретно ну уже понятно какой будет первая вера ну блин что-то быстро у меня тут еда заканчивается не ну блин если он тут саут город поставит то мне кажется тут без вариантов придется воевать к сожалению что у меня с лошадьми так что у него золотом меня еще интересует у него то меньше денег надо чтоб клетки скупать так мне еще охота нужно охоту сейлинг охоту сейлинг колесо и констракшн вот как то так так тут пока полечимся пару ходов вот турок кстати да синай у турка и плюс четыре у него так лечимся пока ну вы знаете с одной стороны вроде и очень неплохие места в плане развития, а с другой... Ну блин, почему он сюда встал? Ну серьёзно, ну почему? Индонезия. Просто надо, чем быстрее ты встретишь других людей, тем дешевле тебе будут техи стоить, которые они уже открыли. Я не буду атаковать этого дуболома, пускай он на американца лучше. Чего-то производство большего американца. Он второй город поставил. Да. Блин. Вот по следующим ходу захватить этот лагерь. Хе-хе-хе. Прикольно. А ещё проблемка у меня... С ресурсами. Посмотрите, только раз, два и три. И собственно всё. А до меди много, которые я могу меняться. Вот как бы жемчуг типа ещё мой, но проблема в том, что он... Ну, кто в здравом умении будет тут ради него город ставить? Три-четыре. Ну в пятом радиусе, в принципе, вена когда-нибудь дотянется, конечно. Эх, вернулся. Жаль. Так, у меня, значит, Джека и Red Alert осталось найти. Ну раз, американец. Слушай, американец, давай как-то так просто разделим наши места, где мы будем ставить города и будем жить. Да развиваться спокойно. Я тоже не вижу по-хорошему, как нам тут воевать, типа. Просто если ты мне поставишь там город как-нибудь в лоб, то я расстроюсь. Ну, в принципе, я тут не вижу каких-то проблем, нет? Ну смотри, у меня места мало, поэтому я, скорее всего, буду брать Зензибар. Ну хорошо, бери Зензибар. Я его брать не планировал. Ну я надеюсь, ты его только не через мир войну будешь брать, а ты сейчас просто у него рабочего успел. Я хотел сейчас украсть рабочего, но я забыл, что у лучников правой кнопкой мыши обстрел, поэтому я поранил. Ну, кстати, еще вот в Зальцбурге очень офигенно конюшня зайдет. Будет раз, два, три, четыре, пять молотков лишних. Да, в принципе, в Вене тоже неплохо. Просто на самом деле даже штука в том, что если я возьму Зензибар, то мне его с моря защищать сложно будет. Вот в чем проблема. Ну, мы если договоримся, как бы, вот согласись, что мне как бы нападать на тебя и просто отбирать у тебя Зензибар, просто потому что я его хочу отобрать, смысла нет. Забирать Зензибар в плане, что мне территория нужна, ну, если места, так у меня есть куда города ставить. Ага, вон где Индонезия. Ну, вот Индонезия вполне может с моря, например, напасть на... А, слушайте, а на меня-то турок может напасть с моря? Вот в чем печаль. Ну да, у тебя, конечно, снизу тут места прям замечательные. Слева от Вены. Да, проблемы только что, ну, я их не могу. Ну, они... Нету проплыва между ними. Ну, у меня то же самое. То есть, допустим, если я Зензибар возьму, то у меня, по идее, Вашингтон, ну, стоит на воде, но... Да я видел, видел. Так я про это и говорю, что нам, типа, надо в мире по-хорошему жить. Мы сможем, например, один другого защищать с разных сторон. Вот, например. Ну, к нам, по сути, прийти по земле никто не сможет. По земле нет? А вот к тебе по морю может приплыть Индонезия, ко мне по морю может приплыть Турция. А, то есть, Индонезия уже нашел. Да, да. Я тебе скажу, что твой главный соперник, скорее, Индонезия, не я. Я просто, во-первых, еще не нашел, во-вторых, еще, так, проплывание в Севере. Он там далеко от меня находится? Ну, примерно, как я от тебя. Но, понимаешь, он по воде от тебя так находится. Так, надо побольше армии, потому что тут лютовать у меня будут варвары, конечно. Не хочется мне этого. Здесь серебро на обмен надо кому? Что-что? Серебро на обмен надо. А это кто говорит? Это Индус. А, ну мы с тобой не встретились. Так бы я поменял. Сейчас Индус этот, на благовонии, благовонии те надо. Индус, Ассирия, а вы далеко от Турции с Индонезией? Как бы мне далеко к вам идти? У меня сейчас развед около турка ходит. Блин, ну я там уже сверху от турка. У меня развед, получается, пытается заезжать от варваров. Это Гранд Мессу кто-нибудь нашел? Большое плато? Да. Ну вот далеко от него? Вниз. Иди вниз. Да, блин, там варвары. А я чуть вверх, получается. Ну вот далеко от Гранд Мессы вверх? Ну, клеток двадцать, наверное, но через море, по сути. Нифига себе у тебя есть. Если по суше. Я ближе намного. Не, не двадцать, напрямую где-то двенадцать. Это по суше двадцать. Мог, конечно, все города рядом с горами просто поставить, например, столицу сюда. Ну, блин, ну это как-то такая дебильна, по-моему. Американец, а у тебя какие двойные ресурсы будут? Киты. Киты? А скоро? Ну, я одних обрабатываю. Во-вторых, не знаю, как у меня что-нибудь. О, видишь, Эрдалерт, мы встретились. Ты далеко отсюда? Конечно. Тут еще турок и Индонезия между мной и тобой, я американец, так что… Мы, наверное, через море с тобой близко. Ну, тогда у меня еще города в другую сторону на море, так что я не думаю, что… У меня, кстати, тоже. Так как мы можем… То есть у тебя города не вправо смотрят, а влево, да? Да, да, да. И сверху там проплыва нет. Штурмует Зальцбург. Гадкие копейщики. А уже треремы стали плавать. Кстати, надо и тререм построить. Убить кто-нибудь этих варваров, а то… Они меня еще убьют в разведах. Уж солдатики. Так, пойду-ка я обратно. Осирийцы встретил, я так понимаю, что Индус где-то вот тут должен быть. Как-нибудь уже потом. Так, есть с кем поменяться-то? Вообще не с кем. Ну, тут, видимо, мне надо четвертый город будет поставить. Третий я все-таки хочу вот сюда поставить. Потому что и до этого… И до этой медиа буду дотягиваться. И два оленя. И рыбы есть. Ну… А тут золото будет. По-моему, очень неплохо. Турок, крутяшка, любит хлопок на дне. Турок пиленец. Турок пиленец. Турок пиленец. А нет, три уже, это я тут торможу. Вот американец тоже третий поставил уже. Ну, плоско немного у индонезийцев все. Плосковато. О, я первый по солдатам. Надо, конечно, пойти с этим лагерем разобраться. Но, видите, у меня тут такие проходы не очень. Все как-то так. Не очень. Переход, ладно, сейчас достроится амбар. Переключу на рост в Зальцбурге. И мне очень важно... Ребят, меняю медь. Кому медь лишняя? Меняю медь, забирайте медь. Ну, что, никому медь не нужна, что ли? Медь. И столько через, через, там, несколько ходов. Вы сможете медные трубы... Если бы ты меня... Нашел бы ты меня, я бы поменялся с тобой на серебро. Ну, ты говоришь, у тебя скаут около турка где-то ходит, да? У меня только что варвары убили скаут. Блин, я не знаю, как тебе пройти, потому что тут горы около этого большого плато, там вообще варвары. Я уже всех нашел, кроме тебя. Иди прям от большого плато вниз и немного... Я могу от большого плато вниз идти, потому что там варваров куча просто. У него все там оккупировали все. Ты видишь, где там бананы? Ниже большого плато. Я не пойду ниже большого плато, я тебе еще раз говорю. Надо как-то со стороны турка встречаться. О, два хода. А ты видишь сюда? Нет. Пафнуть, я тут полечусь около Джакарты, я не буду там нападать. Хорошо. Слушай, там справа ужас какой-то, летящий на крыльях ночи. Джек, а че это? У тебя серебро-то. Ну, пидаем, мир. Сейчас будет второй. Да, сейчас. Так, стоп, нафига мне колесо? Давайте лучше вот так сделаем. Пока. Так, ну че. В принципе, пока достаточно для роста. Так, давайте обралась в плюс 4. В Индонезии, да, я через войну пройду. Потому что у тебя воинщик гуляет там, где мои территории, а у меня нет никакой инфы тебе. Я думаю, это будет честно. Я думаю, это не будет честно. Почему? У тебя гуляет воин. Я так же мог клетку выкупить. Ну там стоит, да, за этим городом стоит еще один город. И че ты у меня так и пойдешь до самой столицы, что ли? У тебя уже около моей столицы будет гулять сейчас. Ну ты хочешь до моей столицы дойти? Ну, посмотреть где чего. Нет, я тебя не пущу к своей столице. Ну, тогда я просто твоего воина здесь сливаю. И он не увидит ни Австрию, ничего. Ну, Австрию я уже вижу. А че? Я иду просто мимо. В чем проблема-то? Твою столицу я не вижу. Я не вижу твоей столицы. Так и я не увижу. Просто мне не нравится, что у тебя что-то есть воин у меня в размере в столу, а у меня нет ничего. Че в кидалом, глянь, глянь, густала. Ну, это твоя проблема, а не моя. Еще и Зальцбург, оказывается, хотел. Блин, надо, чтобы Зальцбург рост тогда. Растут. Четыре хода. Если тебе нужна информация, я тебе и так могу сказать. До твоей столицы у меня морского прохода нет. У меня только до Нью-Йорка вон есть. Нью-Йорк ты поставил очень неудачно. Я просто думал, что вот этот выступ, он не заселен, что он все оканчивается. Поэтому я в полной уверенности был, что у меня там будет еще города. Нет, тебе надо было ставить под оленями. Вот справа от Нью-Йорка олени. Вот под ними надо было ставить. И караван бы в столицу пустил морские. Куда-то поставил, вообще непонятно. Так, у тебя еще коляска ко мне, что ли, поедет? Там лагеря вообще-то. Ты не заметил лагерь, прошел? Ты не заметил лагерь, прошел? Ребят, ну чё, ни у кого чё, меняться нету счастья, что ли? Что вы? У меня сейчас золото будет через пару ходов. Давайте у меня медь одна на обмен. У меня будет благовоние через 100. Уже, наверное, два хода. Нормальные варвары. Прунцы специально, чтобы не разрушить. Так, тут на производство. Тут все путем. Видите, я тут не строю амбар, хотя у меня два амбарных ресурса. Просто потому что я не хочу, чтобы этот город рос. Пока я хочу отъесть Зальцбург с Веной. Хотя, может быть, и неправильно, кстати. Но я хочу сначала тут построить библиотеку, чтобы можно было сразу нацколеж, а потом четвертый город там поставить. О, кто это у нас? Неужто турок не американец? Офига себе. Интересно. Почему он так... Зачем он так нужен был? Пускай постоит. Великий маяк. Так, у меня суровая нехватка еще рабочих. Кстати, я могу и на благовоние, в принципе, поменяться у кого-то будет. У Ассилии. Блин, хочется прям... Знаете, на реке все-таки хорошо. Если ты играешь завтра, значит, это долгая игра. Скорее всего, значит, тебе придется... Ну, в течение придется, а точно, скорее всего, ты будешь строить ГЭС. Так, знаете, в принципе, я его не буду добивать. Он тут мне ничего захватить не может. Разграбить тоже мне ничего не сможет. Я пойду лучше вот лагерем займусь. Так, Зальцбург вырос опять. Зальцбург вырос опять. Так. Зальцбург вырос. или я могу, знаете чё, вы пришлите мне свою дневную янку с деньгами, а я туда перешлю 25 минут а, да-да-да, ну давайте, короче, включите, пожалуйста, карточку маме, маме не учится, потому что у меня на кошечке вообще вайбер вообще не устанавливает, там какой-то подруги все, хорошо, спасибо так, извините за тишину, надо... надо было ответить так, кто-то там индус, походу, строит чудеса я так понимаю, это индус чудеса строит вовсю, да? я так понимаю, индус там вовсю чудеса строит? я построил одно чудо так что у нас только два чуда построены, великий маяк и артемида и все? да прикольно а вот и третья так, давайте, наверное, караваны начнем строить уже сейчас надо убедиться, что тут нету кораблей пиратских тут буду стоять, чтобы не появился новый лагерь так, семь ходов, как раз семь, семь, отлично 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 даже шесть даже шесть даже шесть какой лагерь они хотят? вот этот, блин, надо заняться так ну тут нету ничего, отлично поплыли в другую сторону тут тоже не может быть лагерей, вот тут может быть лагерь, конечно но я думаю, что там скорее им Занзибар будет заниматься так, производство я не понял, почему опять мир война с Занзибаром? ведь опять у него спер рабочего да ну круто он там на этом рабочих поднимает мне вот счастья дофига, но девать его некуда пока ну сейчас я построю нас колледж слушай, а почему ты решил, что кто-то в компас вышел? никто в компас не вышел? да я понял, уже мне объяснили никто даже еще не вышел в средневековье какой компас индус индус, Сидон далеко от тебя? на правой четыре клетки между границами ну от Сидона ну от Сидона ну слышали блин, как сказать на правой четыре клетки мне откуда идти от Сидона? видишь где у него дальняя граница направо? я его только встретил, я пока вижу только у него сверху сахар короче, иди право от Сидона получается прям иди от самого города Сидона прям ровно иди и встретишь меня окей а сириев тут неплохо в принципе ты у меня оказывается не так все плохо по-хорошему не, я когда завещу четвертый город когда будет тут надо будет бояться, что меня будут пилить тем более, что я так расположен не очень на этом пока все продолжение через день или два пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры спасибо, что засорели до конца я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых, не забудьте поставить лайк а во-вторых, поделиться этим видео раз уж вы засорели до конца видимо, оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры в следующем году в следующем году Продолжение следует...